Максим Максим Треугольная повесть Повесть, несколько строк Мол, воюю на совесть Слушай мамку, сынок Выйду я в ромашковое поле В щень васильков любимых окунусь Это ты, мое безбрежное раздолье Моя любовь, родная Беларусь Правда же, Беларусь прекрасна А какие у нас леса, поля, озера, реки, луга Это можно перечислять вечно Я люблю твои озера, реки, радугу, поля И в любую пору года ты прекрасна, как всегда Однажды три мудреца поспорили о том, что важнее для человека Прошлое, настоящее или будущее Один из них сказал Именно прошлое делает человека тем, кто он есть Всеми своими умениями я научился в прошлом Не согласен, воскликнул другой Человека формирует будущее Какими бы знаниями и умениями я не обладал сегодня Я буду приобретать новые Те, которых потребует от меня будущее Мои поступки продиктованы стремлением стать тем, кем я хочу быть Вы упустили из виду, вмешался третий Что прошлое и будущее существуют лишь в наших помыслах Прошлого уже нет Будущего еще нет Но любой поступок совершается вами в настоящем И только в настоящем И только сегодняшний день определяет Каким вы войдете в будущее Не пренебрегайте днем сегодняшним От которого столько зависит Ну вот наше выступление и подошло к концу Как это уже все? Я не знаю А вы знаете? Конечно же да После нас выступают самые активные и дружелюбные ребята Егора, ты знаешь, кто это? Конечно же знаю После нас выступает команда из города Жлобин Ведущий детской передачи Ведь цель такова Каким он должен быть? Он должен быть позитивным, пунктуальным И чтобы от него отходила энергия позитива Чтобы зрители радовались В этот раз настолько дети были хорошо, приятно, красивенько одеты Ярко Без этих вот безумных, огромных причесок на голове Без огромной, без бижутерии лишней какой-то Настолько тонко подошли все те, кто занимался этим Я парень артистичный, способный, симпатичный Веселый, любознательный К тому же обаятельный Я парень просто молодец Меня зовут Егор Волковец Гореть самой и зажигать других Это моя жизненная позиция Итак, давайте знакомиться Меня зовут Лиза, мне 12 лет Я так люблю вокал и танцы Но сегодня я решила попробовать тебя в роли телеведущей Думаю, у меня все получится А я Маша, мне 12 лет Мои любимые цветы – ромашки Вот и получается Машка-ромашка Я играю в КВН Кстати, хотите шутку? Когда Тимоти забывает текст, он говорит Ага, ага, е! Я позитивная девчонка и никогда не сижу на месте У меня клевые друзья, с ними никогда не соскучишься Я люблю читать Мои любимые писатели – это Джоу Роулинг, Катя Матюшкина, Жоль Верн и... Ага, ага, е! Многие другие И да, у меня день рождения! 2 июля Буду рада подаркам Ну, конечно, мой девиз – улыбайся жизни, и жизнь улыбнется тебе А я – Гавриленко Маша Гордость ваша Я – творческий человек Сцена – это моя жизнь Первое знакомство со сценой произошло, когда мне было 4 года И с тех пор мы неразлучны Мой любимый актер – Леонардо Ди Каприо Мы с ним даже похожи В чем, спросите вы? Да в том, что в этом сезоне мы наконец-то получили наш первый Оскар! Вау! Наш город просто горит талантливыми ребятами! Не верите? Сейчас убедитесь! В четверг, 4-го числа, в 4 с четвертью часа Лигурийский регулировщик регулировал в Лигуре Но 33 корабля лавировали-лавировали Да так и не выловировали А потом протокол про протоколом запротоколировал Как и терьером интервьюируемой Лигурийский регулировщик речистой да нечистой рапортовал Да не рапортовал, рапортовывал Да так зарапортовался проразм в микропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный инцидент, легорийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе. Слон-живописец написал пейзаж. Но раньше, чем послать его на вернисаж, он пригласил друзей. Взглянуть на полотно. Что, если вдруг не удалось оно? Ценители пришли. Картину слон открыл. Кто дальше встал, кто подошел поближе. Ну, что же, начал крокодил. Пейзаж хорош, но Нила я не вижу. Что Нила нет, в том нет большей биты, сказал тюлень. Ну, где снега? Где льды? Позвольте, возмутился крот. Есть кое-что важнее, чем лед. Забыл художник огород. Хрю-хрю, захрюкала свинья. Картина удалась, друзья. Но с точки зрения нас, свиней, должны быть желуди на ней. Давайте поиграем. Мои вопросы, ваши ответы. Итак, Ледка, а, Ледка, глянь, что делается-то? Это ведь она? Ах ты, кошка ты, крашена. Ну, почему же, крашена? Это мой натуральный цвет. Из какого фильма? Правильно. Ровно в 12.00 со стороны деревни Чмаровки в город вошел молодой человек. Дяденька, а, дядька, дай пять копеек. Ну, дай пять копеек, я тебе говорю. А может, тебе еще ключ дать от квартиры, где деньги лежат? Не-е-е. Из какого фильма? Молодцы. Тосенька, дай-ка еще добавочки. Господи, да какие добавочки? Да что вы меня утешаете? Да не утешайте вы меня. Из какого фильма? Молодцы. Мужчина, вы себя тут Петросяна не стройте. Не хотите есть? Не ешьте. Как это не ешьте? Мы заплатили. Ну, значит, ешьте. Пона едут со своих турций с мурцией, на целый день настроение испортят. Ваш ответ? Молодцы. Правильно. Эврика, царские шмотки. Одевайся, царем будешь. Не за сто. Ваш ответ? Молодцы. Молодцы. Правильно. Ну, и коронный номер? Бог помощь. Ты шо по деревьям лазишь? Да я птичку. Ага. Выгнали. А помнишь, как ты меня гонял? Так я это... Ну, да. Теперь как я. Ахахаха. Ох. Ох. Из какого мультика? Желтые персы. Присмотритесь ко мне лучше, ведь я парень хоть куда. И умен, и симпатичен, и веселый я всегда. А я парень разудалый, и нигде не пропаду. Ни в учебе, ни в работе, но отомрячь не упаду. Ох. Все. Во дворце одного вельможи жила необычная комната, в которой стены, потолок и пол были зеркальными. Как-то раз, абсолютно случайно, забежала в зал у собака. Она растерялась, увидев вокруг целую свору подобных себе существ, и оскалила зубы. Псы, окружающие ее, ответили тем же. Она стала лаять, и псы все вместе тоже подали голос. Долго собака пробыла в окружении озверевшей сфоры. Наутро слуги вельможи нашли ее мертвой. У нее разорвалось сердце. А ведь все могло бы быть по-другому, если бы, войдя в комнату, вместо злого оскола собака обильнула хвостом и протянула тем, кто смотрел на нее из зеркала лапу в знак дружбы. Мальчик очень любил читать добрые и умные сказки и верил всему, что там было написано. Поэтому он искал чудеса и в жизни, но не мог найти в ней ничего такого, что было похоже на его любимые сказки. Чувствуя некоторое разочарование от своих поисков, он спросил маму, правильно ли то, что он верит в чудеса, или чудес в жизни не бывает. Дорогой мой, с любовью ответила ему мама, если ты будешь стараться вырасти добрым и хорошим мальчиком, то все-таки сказки и твоей жизни сбудятся. Запомни, что чудес не ищут, к добрым людям они приходят сами. У меня вопрос к Марии. У нас две Маши. Это был вопрос не на то, что вы ответите, а на то, как вы среагируете. Спасибо, у вас две Маши, спасибо. Но среагировала первая одна из Маш, мы это заметим. Ну, празнавайтесь сумленно одразу. Кто беларускую мову усё ж таки ведает и готовы поразмовлять крышечку? Я вельми добра ведаю беларускую мову. Я хожу на Олимпиады поёй. Ну и тогда, калиласка, расскажи про Жлобинский район. А леш, вельми коротко, что самое отметное? Наш Жлобинский район ганарыця многими местами у нашем городе. Дякую за местами, якие месты. Дякую, усё. Ну, а сейчас мы приглашаем на эту сцену наших соседей, талантливых и добрых ребят из самого светлого уголка Беларуси, Светлогорского района! Браво! Маша, ты так здорово цитировала фрагменты из фильмов. Откуда у тебя такое уникальное умение? Ну, я думаю, это мне передалось от моего среднего брата Вани. Ему 19, он военный пластический хирург. Он тоже здорово пародирует. А ты занимаешься, может быть, где-то в КВН, в команде КВН? Ну, планирую в этом году начать, но так я хожу в театральный кружок. Егор, ты тоже такой очень энергичный молодой человек. Какой вот ты бы сам как себя оценил? Какое, самое главное, твои такие достоинства, которые бы позволили тебе вести детскую передачу? Красивым, хорошим, привлекательным. Хорошо. Лиза, как считаешь, какими качествами должна обладать ведущая детская телепередача? Я думаю, что это должна быть современная, активная девочка, которая будет взрывать публику и ее будет все радостно слушать. Маша, ты как думаешь, получилось бы у тебя вести передачу? Мне кажется, получилось, потому что я хорошо владею русским и белорусским языком и хожу на кружок КВН. Новый сезон, новые проекты и, конечно же, новые лица, которые, безусловно, станут нашими кумирами, которых мы с нетерпением будем ждать, их появление мы будем ждать на своих экранах. Добрый день, дамы и господа. Разрешите представиться. Умный, красивый, талантливый, а главное, скромный Игорь Зобов. Игорь Сергеевич, прошу заметить. А это моя остроумная одноклассница Дарья Петрякова. Вообще-то, Игорь, я и сама себя представить могу, причем не только на русском, но еще и на английском языке, который очень люблю. А это наши юные друзья Вероника и Кирилл. Ну, не такие уж и юные, а просто очень молодые. Мне уже, например, 10 лет. Юбилей, так сказать. А еще мы очень дружные, веселые и просто замечательные ребята, приехавшие к вам из города Светлогорска. Кстати, о талантах. Музыка, спорт, сцена. И это все обо мне. Спорим, у меня талантов больше, чем у тебя. Я танцую, играю на скрипке, на фортепиано. А еще очень люблю петь. Я так хочу танцевать, так люблю танцевать. И сейчас меня тянет, кружится опять. Я танцую в акстрот, венский вальс и гей-хоп. Ноги сами несут меня в пляс. Вот пойти бы в балет, только времени нет. Просто я кроме танцев люблю еще петь. Как же мне совместить все? Люди, подскажите ответ. Кирилл, а ты почему загрустил? Что-то случилось? Отчего-то мне весь год не везет и не везет. Не везет мне на футболе, как ударишь, нет стекла. Дома не везет, а в школе, в школе жуткие дела. Эх, как знакомо. Кстати, Даша, а что насчет твоих талантов? Легко. Да, пожалуйста. Но что-то не спишь и все ждешь упрямо. Не надо, тревоги свои забудь. Мне ведь уже не шестнадцать. Мама, мне больше, и в этом, пожалуй, суть. Прошу тебя, выбрось из сердца грусть. И пусть тревога тебя не точит. Не бойся, родная, я скоро вернусь. Спи крепко, спи, мама. Спокойной ночи. Ну, вот такие мы! Талантливые! Красивые! И просто лучшие ребята из города Светлогорска! Вопросов нет. Браво, Светлогорск! Ну вот и наше выступление подошло к концу. Но конкурс продолжается. И уже спешат выйти на эту сцену следующие участники. Замечательные ребята, приехавшие к вам из города Рогачёва. Пожелаем им удачи. И пусть победит сильнейший! Как бы ты могла применить знание английского в детской передаче? Как думаешь? Ну, не знаю. Я бы вполне могла вестись именно передачу на английском языке, так как мне очень нравится этот язык, и в будущем я планирую связать свою жизнь с английским языком. Любимое занятие — петь. Сколько лет уже занимаешься? Три года. Я очень люблю спорт, люблю выступать на сцене. Про простого романтика, послушай рассказ. Слава Градзе Рогачёве родился, живу, вокалом увлекаюсь, английский люблю. Я английский, да! О, да! А где же девчонки? Вау, а мы здесь! Мух, скорее расскажите, кто вы, что вы, где вы есть. Я богиня тусовки, я всё время в тросовке, я спортивно, крута и вокаля, да! Пою, между прочим, нереально! Поёшь, танцуешь нереально? Да ладно! Привет! Тоже Даша? О, класс! А тебе расскажи всем сейчас. Слушаем рассказ! Рисую лучше Пикассо, пою почти, как на Долище. Хитч, читаю любви, хочу поехать на поле. Ничего себе! Поёть? А то! Вот такое мы Рогачёвское трио! Я хотела бы плыть над облаками От туманов до северных сияний Пролетать в большие города Под крылом оставляя небо скрёбы Может, это и сон, но ты попробуй верить в то, Что сбудется мечта О-о-о-о-о-о Всё возможно Я с тобой Мечтай! Мечту не отпускай И каждый рассвет встречай Как новый шанс Это наш жёстный час Небо за нас Мечтай! Всё сбудется Когда Расправим мы два крыла Одной любви будет Небо за нас Небо за нас Пультикационе куносто марето Накупала лакависть геральцата Пасе скампаньяно петилето Пусть люди друг другу Подарят мечту А небо поможет Прогнать темноту Вопрос к Сергею Андреевичу Серёга, что в рюкзаке? Это я, чтобы представить следующую замечательную команду А, понятно Дарья Андреевна, Калиласка Расскажите мне про своих самых любимых наставников Мой самый любимый наставник Это наставник белорусской мовы Так, как это мой классный героинник И вельми, и добрая вучительница Засталось назвать наставницей Соправды так И засталось назвать всё, что таки прозьиши, имя Бабкова Ирина Валентиновна Валентиновна, добра, дякую А теперь, девчонки, один ещё раз Брагачевское трио приветствует вас А сейчас объявление от нас Пишите побывать в парке культуры и отдыха Победа Посетите Мозорский замок Побывайте на Мозорском горнолыжном курорте И просто познакомьтесь с классными ребятами из Мозыря Рогачевское трио говорит До свидания Рогачевское трио приветствует Победа ждёт У вас такая была группа поддержки замечательная Сразу видно, вы весёлые, зорные, у вас очень много друзей Мы долго ждали этого конкурса Мы постоянно переживали Готовились очень упорно И нам очень тут нравится Сергей, как настроение? Замечательно! Вы знаете, тут такая атмосфера Просто хочется творить Самое главное – захавать непосредность кожного Бо, можа, особным выканавцам вось у пауфинале Перешкаджала некая заорганизованность И тое, что з ними занадто много займалися їх керавники И гэта было бачно И гэта перешкаджала успринятцю вось гэтага дитяті Можа, калі яны раскрыюцца самі Свой потенціал Свою непосредність Свою особистую пластыку нам пакажуць Гэта будзе вельмі добра Тады я думаю, што і саправды у фінал выйдуць левші Самые достойные вось гэтага нашага проекта Наші самые левші юныя телезоркі Здравствуйте! Вас приветствують яркие представители Мозырского района Креативный Дмитрий Карабун Творческая Илларія Шецка Красавчик Максим Тафеенко И стильная Марія Іванова Я креативный, харизматичный и ответственный Увлекаюсь вокалом, посещаю детскую телестудию клуб ЮНЕСКО «Мы» Снимаюсь в видеороликах Хочу обладеть азами профессии корреспондента, журналиста Ведущего, актёра Уважаемое жюри, для вас я исполню отрывок из песни Андрея Гризли Это музыка Но потерял тебя из виду я Моя мелодия Больше не звучит И снова монотонна жизнь плывёт Ну что за поворот Так манит меня Душа срывается с цепи И летит далеко Я не знаю как Из кофе пробок и любви Появилась так легко Эта музыка Спасибо Здравствуйте, друзья! Я рада быть сегодня здесь Немного о себе Умница, красавица Люблю петь, танцевать и рисовать В общем, я весьма творческая и неординарная личность Поэтому учусь в театральной студии «Кресень» Уважаемые жюри, для вас я прочитаю отрывок из стихотворения «Зимнее утро» Александра Сергеевича Пушкина Мороз и солнце, день чудесный Еще ты дремлешь, друг прелестный Пора, красавица, проснись Открой сомкнутый негой взоры Навстречу северной авроры Звездою севера явись Спасибо Я очень активный и творческий Не люблю одиночество Поэтому у меня очень много друзей Мне нравится шутить и двигаться И я люблю танцевать брейк-данс Элемент которого я вам сейчас и продемонстрирую Спасибо Спасибо Я учусь на театральном отделении И занимаюсь волейболом Люблю рисовать Сочиняю стихи Участвую в интеллектуальных играх Что, где, когда Я обожаю животных Из них получаются настоящие друзья Об этом моя миниатюра Приручи меня Но у меня так мало времени Мне еще надо найти друзей И узнать разные вещи У людей уже не хватает времени Что-либо узнавать Они покупают вещи Готовыми в магазинах Но ведь нет таких магазинов Где торговали бы друзьями Если хочешь, чтобы у тебя был друг Приручи меня Только помни Ты навсегда в ответе за тех Кого приручила Я в ответе за тех Кого приручила Захотела машина Сама без водителя ездить Взяла да поехала Где хочет, проедет Что надумает, сделает Не жизнь, а одно удовольствие Только вдруг видит она Впереди пропасть Такая, что упади на нее Колес не соберешь Ей бы на тормонс нажать Да разве без водителя это сделаешь? Вспомнила машина про водителя И как загудит Что есть мочи Услышал это водитель Догнал своевольную машину Заскочил в кабину И затормозил перед самой пропастью А если бы не успел Вот и проявляй Самостоятельность лишь Где надо В древние времена Один король В одно прекрасное утро Рассердился Что жесткая земля Ранит его ноги И приказал всю страну Словно ковром Покрыть воловьей кожей Королевский шутер смеялся Когда король Рассказал ему О своем решении Ваше величество К чему эти бесполезные затраты? Нужно просто вырезать Две небольшие подушечки Для защиты ваших ног Король последовал его совету Так родилась идея Шить обувь Таня Максиму Глибовичу А цыганышку можешь? Могу Кали ласка Максим Мешка спутал цыганов и грузин Но ты нам понравился Спасибо Всем спасибо за внимание А мы передаем эстафету Представителям Хольницкого района Максим Любишь танцевать? Увлекаешься? Да Очень люблю танцевать И уже 4 года увлекаюсь этим 4 года Ну Немножко ты стили попутал Цыганочка Да И национальный грузинский танец Но Жюри понравился Дим Скажи Откуда Твое увлечение? Вот ты сказала Что ты в роликах Там Актером Себя пробуешь Да? В роликах Мне очень нравится Еще с детства Хотела себя попробовать Какой-то иной роли Вот себя и проявил Хорошо Скажи пожалуйста Илария Вот если ты станешь ведущей Да? На какую тему передачи Будешь вести? Я думаю Что Буду об экологии Потому что Я За чистую природу Загрязнение лесов Загрязнение океанов Это все Очень ужасно Я За чистую природу Чтобы экология была В порядке Что должен помнить Каждый человек? Каждый человек Должен помнить Что нельзя Мусорить Где попало И Всегда Держать Своё место В чистоте Молодец Ребят Ну Желаем вам победы Единственное У нас еще Машенька Ничего не сказала Машенька Что ты хочешь пожелать Телезрителям Своей маме Бабушке Дедушке Папе Я хочу пожелать Во-первых Здоровья Во-вторых Счастья Ну И любви Молодец А твоя любовь К животным Не случайна? Да Дома есть питомцы? Есть Котик пушистенький Чем-то напоминает лисенка Здравствуйте 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 Вас приветствует Команда Хойницкого района Меня зовут Наумовская Екатерина Мне 12 лет Учусь в 6 классе Гимназии Города Хойники На первый взгляд Обычная девочка Люблю читать Люблю учиться Занимаюсь В музыкальной школе Но если со мной Познакомиться Поближе То можно понять Что я Не совсем Обычный ребенок Я Вижу в неживых предметах Живую душу Иногда мне кажется Что я Я понимаю язык деревьев И трав Поэтому я Никогда не позволю Их Себе Обидеть Вы у меня Спросите Так что же Меня сюда Привело А я вам С радостью Отвечу Я люблю Общение с людьми И хочу Сделать этот мир Чуточку добрее Не судите меня Строго Если у меня Что-то не получилось Ведь я Только учусь Я Рубан Анна Мне 13 лет Я очень хочу Участвовать в телепроекте Юная телезвезда Потому что Очень позитивный И активный человек С активной жизненной позицией Очень люблю жизнь И всю свою любовь И позитив Хочу дарить людям Некрасивая девочка Среди других Играющих детей Она Напоминает лягушонка Заправлена в трусы Худая рубашонка Колечки Рыжоватые Кудрей Рассыпаны Род длинен Зубки кривы Черты лица Остры И некрасивы Двум мальчуганам С верстником ее Отцы Купили по велосипеду Сегодня мальчики Не торопясь к обеду Гоняют по двору Забывши про нее Она ж За ними бегает По следу Чужая радость Как своя Томит ее И вон из сердца Рвется И девочка Ликует И смеется Охваченная Счастьем Бытия Урывок Зверша Аркадзя Куляшова Лист Спалону Дараги Мы минаем Днепра Бераги И Днепровские Хвали Як нам Шкода Раки На якую Венки Мы заучора Кидали И плыли Васильки И танули Венки И дзявчаты Сядели А мой Синий венок Плыв Удаль Памешхваль Покуль Вочи Глядели Катя А ты знаешь Кто будет На эту сцену Следующим Конечно же Знаю Сейчас На эту сцену Будут Обаятельные Привлекательные Сногсшибательные Веселые Мальчики И девочки Команда Брагинского Района Девочки Давайте знакомиться Как зовут Катя Аня Аня Расскажите Чем вы увлекаетесь Я занимаюсь В музыкальной школе По классу Аккордеон Аккордеон Почему с собой Не взяла на сцену Аккордеон Не знаю Постеснялась Да Ай-яй-яй Теперь ты чем увлекаешься Белорусским языком И литературой Это вельми Судобно Почтенная публика Уважаемая жюри Позвольте вам Представиться Николай Потомственный Конферансье Александра Говорунья Ищута Уболтает Любого Артист Универсального Зандра Трижды Получавший Заслуженного Но так и не Получивший Андрей Моручок Или проще Андре Кстати Потомственный Конферансье Как вы провели Выходные Ударно Ушел с головой В творчество Что еще За творчество Понятно Ты опять Что-то натворил Да вытворялся Таки Говорила я тебе Сиди дома Да вы не так Меня поняли Творчество От слова Творить Я думал О нашем Звездном Будущем Ну и Ну и Придумал Вот ты Саша Споешь нам Что-нибудь Ты Андрей Расскажешь Стих Или Басня Но я Сыграю Вам На баяне И все Победа У нас В руках Так Чего же Мы ждем Начинаем Каких Прихожих Сорок Ни день Из ног Не шукай Лесов Зеленых Водор И душа Гомонливых Гай Ты Видней Мой Край Белорусский Край Белорусский Край Старинка Милая Своих Собров Всклека Смешка Счера Им Нести Стих Сотлозем Долокотная Мой Белорусский Край Старинка Родная Александр Сергеевич Пушкин У лукоморья Дуб зеленый Золотая цепь На дубе том И днем И ночью Кот Ученый Все ходит По цепи Кругом Идет Направо Песнь Заводит Налево Сказку Говорит Там Чудеса Там Леший Бродит Русалка На ветвях Сидит Летела птица По небу Не замечая Ни солнечного Света Ни белоснежных Облаков Ни земной Красоты И вдруг Солнечное Затмение Мрак Объял Все вокруг Потемнем Исчезли Облака Не стало видно Ни земли Ни неба Испугалась Птица И подумала Что ослепла Заплакала Она Как же я теперь Без всего Этого Жить буду Как мне быть То дальше А дальше Снова стало Светло Появилось Солнце Просветлели И стали Опять Белоснежными Облака И наконец Показалась Земля Которая Еще никогда Не казалась Такой Прекрасной Николай Сколько лет Ты уже играешь Так здорово Заворожил Просто Игру Своей В зале Я играю Уже 6 лет В музыкальной Школе И надеюсь Что буду поступать В музыкальное Училище Саша Как у тебя Сегодня настроение Расскажи У меня Хорошее настроение Думаю Что мы Отлично Выступили И возьмут Нас в финал Отлично Выступить Всем остальным И кто Уже выступил Отлично Они выступили Молодцы Удачи В других Конкурсах Каждый Каждый показал Как бы Кусочек Своего таланта Кто-то Поиграл На баяне Кто-то Станцевал Кто-то Спел А вот этот Момент Именно Такого Живого Общения Когда Что такое Ведущий Для нас В нашем понимании Это человек Который Умеет Завести Публику Который Умеет Красиво Объявить Следующий Номер Ну я даже не знаю Сейчас уже так Ведущий Не просто человек Который Выходит С листочком И читает Кто Будет Следующим Выступать В концерте А он Ну во-первых Должен обладать Таким конечно Обаянием Расположить К себе Вот таких Было несколько Мальчишек Очень интересно Добрый день Здравствуйте Вас приветствует Команда Речицкого Района С вами Наташа Коршакова Роман Святцев Белом Милана Капуза Дима Я люблю Музыку Литературу И коллекционирую Музыкальные инструменты Для шоу Путешествия С оркестром Я Классная Обожаю сцену Диалог И рэп Мечтаю вести Ток-шоу Фэшн стайл А я Телеведущей Стать мечтаю Профессии Прекрасней В мире нет Хотя пока что О боках Летаю Но на вопросы Я всегда Наеду ответ А для меня Этот конкурс Мой дебют И мой первый шаг Вперед У нас Пропадают из вазы Конфеты К нам ночью приходит Конфетная Жрушка А все говорят Я Сластена Иврушка Никто мне не верит Хотят наказать А я им Никак не могу Доказать Что жрушка Приходит Крадется К буфету Находит там вазу А в вазе Конфеты Съедает сама их Коварная жрушка А фантики прячет Ко мне под подушку Она косички заплела Терпеть 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 Невоносимо Ну не могу же я С ней дружить Придется Видно Отлупить Чтоб не была Красивой У каждого человека Есть любимая Пара года А мне нравятся Абсолютно все Как неповторима зима На уборе Бахрома Из прозрачных Льдинок Звездочек Снежинок Льет вокруг Сиянье Шепчет Заклинанье А вот Я уже вижу Как проходила Весна Папушки Сквозь весенние Синие сны И тихонько Светились Веснушки На лице У девчонки Весны Вы тоже Слышите Мелодию Теплого дождика Спокойную Трель соловья Лучше Нет поры Чем лето И не нужно Быть поэтом Чтобы Лето Восхвалять И так Незаметно Для нас Двор Как в солнечных Лучах Это платье Золотую У березки На плечах Как Прекрасен Этот Мир Выросла на яблоне Яблоко Большое Румяное Глаз не отвести Поглядела оно На соседей Одно Червивое Другое Незрелое А третье Так Перезрело Что Вот-вот Свалится Я лучше Всех Радостно Помогла Их Красивое Яблоко Надо только Покрепче Укрепиться На ветке И налиться Соком Но неожиданно Подул сильный Ветер Хлынул Дождь Не удержалось Красивое Яблоко На ветке И шлепнулось В грязь А тут Подошла Свинья И Хрюкнув Съела его Падали Снежинки На ветку Всю ночь Целый Сугроб Над ней Образовался Прогнулась Ветка Под тяжестью Снежинок Но никаких Не хотелось Ломаться А одна Маленькая Снежинка Все это Время Провела В воздухе И думала Если уж Те Что Что побольше Не смогли Ветку Сломать То куда Мне Но пробужди Знали Ее Попробуй Вдруг у тебя Получится И Снежинка Наконец Решилась Она упала На ветку И Ветка Сломалась Хотя Снежинка Эта и не была Сильнее остальных И кто знает Может Именно Твое Доброе Дело Победит Зло В чьей-то Жизни Хотя Ты И не Сильнее Остальных Однажды Зимой Снежинки Задумали Игру Давайте Ка проверим Кто из нас Сильнее Кто Сможет Эту Сухую Ветку Сломать Разбежалась Первая Снежинка И прыгнула Со всей Силы На ветку Ветка Наташа Наташа А как выглядит конфетная жирушка? Ну, я представляла ее так. Она такая, ну, большое, такое чудище, много рук, и она подходит к моему бару и крадет конфеты. Она очень плохая, и я боюсь ее. Наташа, вы в баре держите конфеты? Да. Нам было приятно общаться с вами, дорогие зрители, и многоуважаемые жюри. Согласно топографическим картам, широкий реческий проспект врезается в один из районов города Гомеля. И мы передаем эстафету команде советского района Гомеля! Как вообще, волновались? Да, очень сильно, это было так страшно, а потом уже легче прям. Как только выступили сразу, как камень с души. Ну, тяжело вот чувствовать себя ведущим на сцене? Мне нравится очень быть ведущей. Ну, я бы хотел вести путешествие с оркестром, путешествовать, собирать различные музыкальные инструменты, а потом собрать друзей, и чтобы они на этих музыкальных инструментах сыграли легенду мирового рока. Это Smoke on the Water. Здравствуйте! Вас приветствует команда советского района города Гомеля! Я Жук Дарья, мне 10 лет. Я умею петь и танцевать, и дарить людям хорошее настроение. Я Валерия Дробышевская, мне 11 лет. Я горжусь тем, что стала победителем творческих международных конкурсов, но не хочу останавливаться на этом. Я Антон Бахитько, мне 13 лет. Я привык быть самим собой, жить, а не существовать. Я Марина Яшинкова, мне 15 лет. Я мечтаю выступать на сцене и быть в центре внимания. Мы разные. Но объединил нас в творческий проект Юная Телезвезда! Я хочу стать телезвездой. В моей жизни столько увлечений, сколько лепесток, цветики, семицветики. В каждом его лепестке мои мечты и желания, которыми я хочу поделиться. Я очень люблю петь, танцевать, с удовольствием делаю разные поделки, увлекаясь русской и белорусской поэзией. Учусь в музыкальной школе по классу фортепиано. В одном лепестке цветика-семицветика скрывается моя тайна. Я мечтаю стать актрисой. С этой целью мне было очень интересно посещать хореографию, актерское мастерство и дефиле в подиум-школе. Я хочу, чтобы мечты всех детей всегда сбывались, и каждый из нас нашел свою интересную, увлекательную и творческую дорогу. Приключенья И завтра новые сомнения будут пусть. Я каждый день встречаю, будто день рождения. Я завтра точно не возьму с собою грусть. Я не возьму с собою завтра грусть. Я не возьму с собою завтра грусть. Я хочу быть телеведущим, потому что я общительный и целеустремленный. У меня достаточно много увлечений. Я занимаюсь в Центре творчества детей и молодежи Советского района. Вот уже на протяжении семи лет. Также я люблю спорт, занимаюсь каратэ и катаюсь на велосипеде. Кстати, вчера я принял участие в международных соревнованиях по Эншин каратэ «Майский вызов» 2016, где занял почетное второе место. Здравствуйте! Меня зовут Марина Яшинкова. Мне 15 лет. Я хочу быть телеведущей, потому что это моя детская мечта, которую, как я думала, уже не сбудется. Но этот проект подарил мне огромный шанс попасть на телевидение. Я окончила музыкальную школу по классу аккордеону. Также уже почти два года занимаюсь в театре танца «Дива». И не представляю свою жизнь без танцев. Я танцую везде, в школе, дома. Мне даже кажется, что иногда даже когда я сплю. Также я увлекаюсь изучением иностранных языков. Хочу выучить хотя бы парочку. Но ничего, этого бы не произошло благодаря... Я хочу спасибо сказать моей маме. Это самый дорогой мне человек. К сожалению, ее сейчас нет в зале, но я посвящаю это выступление ей. Ведь благодаря именно этому человеку у меня все получилось. Стих Эдди Ахнецвет Маме. Калиб могла веселку с неба снять, я подарила б маме. Как в смарах я могла диван заткать, я подарила б маме. Пролезки у сих лесов из тушки рек, я подарила б маме. Тепло и ласку навек. Я подарила б маме светло биорос и песенку малой с синицы синякрылой. Хочу поднести все, что мне самой Матуля подарила. Впервые я увидела себя по телевизору, когда мне было восемь лет. Одержав победу в городском конкурсе артистизма и грации «Маленькая гомельчанка-2013». Спустя год, победив в международном конкурсе, меня пригласили на передачу «Утро. Студия хорошего настроения» в Минск. Именно тогда я прочувствовала всю эту атмосферу, царящую в студии. Множество людей, камер, направленных на меня. Я поняла, что это очень интересно, и мне это нравится. Позже были еще съемки, но окончательно убедилась, что хотела бы окунуться в эту заэкранную жизнь, попав в прошлом году на конкурс песни «Детское Евровидение-2015», объявив баллы от Белоруссии. Именно там я ощутила весь процесс подготовки перед тем, как конечный результат увидят телезрители. Это огромный труд, но очень интересный. Сейчас я очень рада, что у меня есть возможность реализовать свою мечту в своем родном городе. Я занимаюсь музыкой и очень люблю петь. А теперь мы оставляем свои позитивные лайки! И желаем удачи юным конкурсантам из Новобелецкого района! Валентине Громыко! Яне Менделевой! И Софье Лисеменко! Смайли.бай! Как впечатления? Как вообще отработали? Думаем, хорошо. Отлично, вообще столько эмоций. Ну, зрительский зал, конечно, был очень рад вашему выступлению. Вы зацепили, удивили. Что было трудно, что легко? Ну, наверное, трудно было. Я боялась зачитку новостного текста. А так все, в принципе, легко. Легко. Что это за работа у вас? Смайлики это неспроста? Это наши талисманы, которые нам помогали в конкурсе, когда мы рассказывали тексты. Вот я думаю... Отлично. Почему среди вас только один мальчик? Ну, наверное, потому что я всегда привык быть среди женского пола. Я не знаю, почему так получалось. Всегда я был среди девочек, девушек. Значит, будешь вести телепередачу о женщинах? Нет. Почему сразу о женщинах? У меня достаточно много интересов. Расскажи. Ну, я люблю спорт, занимаюсь каратэ. Ну, очень серьезные мужские занятия. Да. А почему решил стать телеведущим? Ну, потому что еще помимо спорта я хожу уже на протяжении 7 лет в Центр творчества детей и молодежи. Обожаю вести там программы, и мне это нравится. Замечательно. Кто еще какую передачу хочет вести? Какого жанра? Ой, я не знаю, какую хочу вести передачу. Думаю, какую-нибудь кулинарную там. Лера? Наверное, я бы хотела вести передачу про талантливых детей, которые что-то выигрывали, занимали места. Отлично. Ну, я согласна с девочками, кулинарные передачи и какие-то обозревательные очень интересные. Я бы хотела вести какую-то танцевальную передачу, находить новые таланты, возможно, учить чему-то даже, чтобы у некоторых была возможность развиваться. Отлично. Мне тут подсказали, что вы подготовили девиз, да, пожелание участникам. Продемонстрируете? Или телепроекту? Телепроекту. Вперед! Я желаю телепроекту открытие новых имен. Я желаю телеканалу запоминающихся эфиров. Я желаю телевизионному конкурсу найти креативных и талантливых телеведущих. Я желаю проекту «Юная телезвезда» широкой аудитории. Очень хотелось бы пожелать всем участникам, которые вдруг по какой-то невероятной случайности не попали в финал. И я хочу вам сказать, вы тоже хороши, вы замечательные, вы тоже лучшие. Не сдавайтесь ни в коем случае, пробуйте свои силы. В следующий раз приходите на конкурс, и удача обязательно будет рядом с вами. Новым идеям и творчасти, вядома усим сдауна, открыто молодь гомельшины. Их это не сдарма. Мы поважаем традиции, на крылах до хмар летим. У их промнях я, Яна Менделева, со школы номер один. Добрый день, дорогие друзья! И с вами я, Лисеменко София. На конкурс пришла я, не одна. Со мной Нора, собачка моя. Нора, поздоровайся со зрителями. Уф-уф! Молодец! Сидеть! Молодец! Кружись! Молодец, Норочка! Молодец! Как видите, я куклами руковожу, Стихи читаю и пою, Мечтаю телеведущей стать, Новости интересные освещать. До новых встреч в эфире! Нора, попрощайся с гостями! Уф-уф! У высоких барах водор чистый и свежий, И берозовый пах, И молкливые обежи, Як тоби, Беларусь, Усим сердцем хилюся. За тебе, Беларусь, С верой Богу молюсь. Ни войны, ни беды, Ни белоков, ни коли, Только веры молю. Дай нам веры по поле. Подержи, пожалуйста. Если вы думаете, что я учусь хорошо, Вы ошибаетесь. Я учусь неважно. Почему-то все считают, Что я способная, но ленивая. Но я-то точно знаю, что я не ленивая. Да я по три часа сижу над задачами. Вот, например, сейчас я сижу И изо всех сил пытаюсь решить задачу, А она не решается. Тогда я беру голову обеими руками И говорю ей, Думай, голова, Думай хорошенечко. Из пункта А в пункт Б Вышли два пешехода. Голова, ты почему не думаешь? Ну, голова, ну думай, пожалуйста. Ну, что тебе стоит? За окном летит перышко, Лети перышко через полюшко. Голова, о чем ты думаешь? Да как тебе не стыдно? У одной доброй мудрой старушки спросили, Бабушка, ты прожила такую тяжелую жизнь, А душой осталось моложе всех нас. Есть ли у тебя какой-нибудь секрет? Есть, милая. Все хорошее, что мне сделали, Я записываю в своем сердце, А все плохое на воде. Бог дал нам две дорогоценные способности Вспоминать и забывать. Когда нам делают добро, Признательность помнит его, А когда делают зло, Любовь пробуждает его забывать. На сцене район железнодорожный. Девочки, замечательное выступление, Такое оригинальное. Софии такая подружка была, Нора, Очень мне понравилось. Я думаю, что даже если вдруг Джюри тебя выберет в качестве ведущей, Ты сможешь, Нора тебе помочь вести передачу. Как считаешь? Да, я так считаю, Потому что я уже 7 лет занимаюсь В театре кукол «Лялька». Я собираюсь связать с этим свою жизнь. И мне кажется, она будет Моим хорошим другом на сцене. Яна, а тебя мы попросим пожелать Что-нибудь участникам, Всем участникам нашего конкурса. Я желаю всем участникам вашего конкурса, Чтобы они не волновались, Побольше артистизма, И чтобы они чувствовали себя на сцене, Как дома, потому что в скором Это может стать их домом. Прекрасное жюри И благодарный зритель Здравствуйте! Нам выпал шанс Сегодня вас пленять. Прошу наши усилия, примите. Позвольте нам творить И удивлять. Меня зовут Иван. Учусь я в школе с номером 13. Хожу на танцы, театральный. Люблю я спортом заниматься. С друзьями лучшими гулять. Девиз по жизни – не сдаваться. Идти до самого конца. Смотреть вперед и улыбаться. Не падать духом. Никогда. А я тороп Настя. Я по знаку близнецы. Близнецам же ни преграды, Ни ненасти не страшны. Пишу музыку, пою. Волейбол очень люблю. По-английски говорю прилично. И учусь я на отлично. Я, Даник Шабалин, 12 мне лет. Учусь в 45-й, занимаюсь вокалом. Хочу свято верить своим идеалам. Люблю восхищать всех и удивлять. И новые пики вершин покорять. Эй, Сергеева Марина из 10-го А. Я хотела бы вам рассказать про себя. Я люблю смеяться, я люблю танцевать. Я хочу стать актрисой и сцену покорять. Знают взрослые и дети. Без творчества нельзя прожить на свете. И следующим пунктом у нас Талант свой открыть для вас. Я и ты Где-то во вселенной Как во сне Необыкновенном И все, что нас держало здесь Останется вдали Надо просто не бояться Оторваться от земли Мы так высоко, мы в небесом масти И сердце бьется часто Я понимаю все без лишних слов Это такое счастье Так легко наблюдать Нас уже не догнать Вместе я и ты В двух шагах от мечты Мечты Суровый бой Суровый бой ведет ледовая дружина Мечта ходит о твоем Ты стал ей солнцем Стал ей небом Ты стал ей ласковым дождем Глаза темнеют, чуя грозы Не ровен сдох ее И част Она пока приносит розы А захоти И жизнь отдаст Храм волшебных нот Полночь на часах Что задумали звезды в небеса Вот не спит поэт В тишине ночи С композитором С композитором Мастерят ключи Мастерят ключи Мы благодарим всех за внимание И хотим на эту сцену пригласить Представителей центрального района Чтобы вас они могли здесь удивить Успеха мы им хотим пожелать Регламент попросим не нарушать Откройте пред нами все ваши таланты А планицементами встречайте Следующие конкурсанты Кто-нибудь из вас мечтает Быть настоящим телеведущим Или просто так пришли? У меня цель Поступить в Белорусскую академию искусств На специальности актриса музыкального театра И я очень хочу связать свою жизнь Со творчеством И хочу показать себя на сцене Я люблю сцену То, что мы увидели на сцене То, что мы услышали Вы знаете, это достойно похвалы Это достойно аплодисментов И всем ребятам хочется пожелать Большущей удачи У вас все получится Здравствуйте Вас приветствует Наша веселая Пятерка Потому что звезды зажигаются В Центральном Лято Ксения Да, я Ксения Люблю петь, танцевать, сочинять Удивлять Участвовать в разных конкурсах И проектах Моя любимая сезон Это весна Это холодно Я могу спать Я не пойду в школу в весна Это весна Следующая красивая девочка Вика В школе номер 67 Я Маргунова Виктория Богиня случая И повелительница судьбы С четырех лет Началась моя творческая жизнь Я поняла Что хочу посвятить Ее танцам и чирлидингу Новому направлению в моей жизни И у меня получается Видны первые результаты Участие в конкурсах Победы и поражения Пробегали через меня Но я знаю Что сдаваться нельзя Моя жизнь Открыла мне путь к творчеству И я ей благодарна за это Зараз Андрей Грышкоу Центр творчества Дятей и молоди Центрального района Да Я Андрей Я учусь в гимназии номер 56 Города Гомеля И знаете Мне кажется Что я повзрослел Хотя бы потому Что я понял Что хорошие оценки Нужны не только моим родителям Но и мне Ведь за плохие оценки Они наказывают меня Самыми страшными способами Не разрешают Ходить на тренировки По футболу И смотреть матчи Лиги чемпионов Да-да-да Я очень люблю футбол И когда я вырасту Я мечтаю стать Самым известным футболистом В Белоруссии И прославить Белорусскую сборную На весь мир Но в конце концов Должен же в нашей сборной Появиться хоть один Нормальный игрок Вот над этим Я и работаю А следующим Себя представит Вячеслав Который учится В гимназии номер 10 Города Гомеля И занимается В центре творчества Детей и молодежи Моя Мара Стать вядучи На четвертый Белорусским Родный хомель Прославлять Песни об им петь Верши складать В гимназии 10 Учусь не зря Я языки изучаю По-китайски И по-английски Уже понимаю Ни хао Во дяо слава Вошен пай И алу си же Во джи цай Гимнэйли Ай хао Си тяо Вуххэ Чанш Таш Настя Цельё Та зайти Сю сяо Сауси Да Совершенно верно Я Настя Мне 14 лет Я пою Играю на фортепиано Ещё я рисую Получается не очень Но я стараюсь Также я изучаю Французский и английский языки И мне очень приятно С вами познакомиться Просто, просто Мы маленькие звёзды Бой вместе с нами Танцуй вместе с нами Хей! И сразу же хотелось бы спросить В пятером За две минуты Как таланты все раскрыть? Да в этом конкурсе Даже Билан бы спел Я знаю точно Невозможно и невозможно Но нас не испугать Мы будем удар держать Талантов у нас много За две минуты строго Вот на сцене Стоим вдвоём Где девчонки? Куда подевались? Спокойно, друг Сейчас мы Настю позовём И вместе с ней Классную песню споём Давай Ищут на земле Любовь Нас миллионы В далеке от берегов Верим, что найдут любовь А-а-а-а Нас миллионы Слышишь музыку? Нет А я слышу Весело, звонко Она звучит Зал Спокойно На месте Вы не усидите Нет Супер! Ксения передает вам ленинградский привет! Все, что жива, музыка и дышит Все, что горячее, меня услышат Танцуйте ленинградский рок-н-ролл Я петь могу! А я танцую! Прозу читаю! Стихи рифмую! Но лучше танца Виктории нет Она даст энергии на тысячу лет Стихи рифмую! Виденье, шоу, игра Но самое главное – счастье наше Мы живем у мирной Беларуси И хэтым я, 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 я Хана Руся! Няхай пусть улетит над родной землей И крылами Ахоуэвси! Жиханол! Ксения, скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься вокалом и танцами? Вокалом я занимаюсь с первого класса, с шести лет А танцами вот недавно, год назад начала заниматься танцами Андрей, я знаю, что есть люди, которые за тебя очень переживали, да? Это кто? Это мои родители и, конечно же, мой руководитель театрального кружка, он переживает, я так думаю, больше всех за меня Долго думали, как вы выступите? Какой номер придумаете? Мне кажется, не сильно долго, потому что мы уже были готовы с первого этапа Мы уже были настроены на победу, были решены, то есть у нас уже почти было все готово Ну, отлично! И, как всегда, мы услышали замечательный вокал Ну, что сказать? Я, как бы, очень музыкальный человек, как я уже говорила в первом интервью И, конечно же, я очень люблю петь, и эта песня вдохновляет меня на совершение новых побед и подвигов Отлично! Если вдруг ваш коллектив победит, ну, неважно кто, предположим, ты, да? Ты уже думал о том, что ты будешь готовить и как будешь выступать? Да, я об этом уже думал, и в моих дальнейших планах входит вести программу о животных Помогать тем, кто обделен лаской и любовью Этот конкурс перерастает в постоянную программу ежедневную, где будут ведущими именно дети Где общение будет именно с детьми своего школьного возраста И даст возможность именно укрепить те качества, которыми обладают наши будущие победители Я думаю, что та программа, которая рождается сейчас, будет для сверстников очень интересна, познавательна и привлекательна И достойно будет заслуженно представлять именно для наших детей ежедневную информационно-развлекательную творческую программу Убежден, что она будет пользоваться большой популярностью среди молодежи Дорогие друзья, вот и подошел к своему завершению полуфинал областного детского телевизионного конкурса ведущих «Юная телезвезда» Своё мастерство нам продемонстрировали более 80 участников из 23 районов Гомельской области Они достойно сражались за право выхода в финал На наш взгляд, уже каждый конкурсант достоин того, чтобы взять в руки микрофон, прийти на телевидение и продемонстрировать все свои способности Но по условиям конкурса в финал выйдут только 25 участников Жюри выберет сильнейших На этом мы говорим вам до свидания, но не прощаемся Увидимся 20 июня на грандиозном финале конкурса ведущих детских программ «Юная телезвезда» Пока-пока До скорого